Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами сегодня будет мукбанг. Вот с такими вот замечательными котлетами домашнего приготовления. Рецепт вы можете найти на нашем кулинарном канале, который называется iCook. Вообще, впервые эти котлеты приготовила моя тетя. И мы просто остались в восторге. Посмотрите, как они выглядят. Очень аппетитно, правда крупноватые. Но в этом вся фишка. В рецепте вы увидите, что внутри этих котлеток есть морковь, картошка. В общем, все полезное собрано в этих котлетах. Просто это любимые мои котлеты. Я очень люблю грудку, вообще куриное мясо. Сегодня целый день была занята. Я ходила просто по банкам, решала свои проблемы. Я поняла, что банки очень сильно отличаются между собой именно профессионализмом. Именно сотрудники везде не одинаковые. Я обычно вот иду в банку в Баку, и мне очень нравятся сотрудники, которые там работают. Они конкретно могут решить твою проблему. Конкретно могут ответить тебе на все вопросы. У меня даже были проблемы, связанные с щитами. И по идее это не их дело, да. Но все равно они пытаются тебе помочь. И это очень круто. Сегодня мне пришлось зайти в другой банк. Пришлось. Вот реально пришлось. Я просто увидела разницу. Очень вкусно, ребята. Очень. Это прям нечто. Я люблю домашнюю еду, которая напоминает чем-то фастфуд по вкусу. Вот если бы не было бы вот этой темы, что фастфуд, макдональдс, это все вредно, я бы каждый день кушала бы фастфуд. Вот только фастфуд и все. Под одним из последних видео я просила вас задать мне интересные вопросы. Вы это сделали. И теперь вопросов настолько много, что мне, наверное, надо где-то неделю сидеть, снимать видео и отвечать на ваши вопросы. Знаете, некоторые вопросы настолько интересные, что прям хочется развернутый какой-то ответ дать. Кто-то рассказывает свои истории. Это тоже очень приятно. Что вы доверяете мне? Вы хотите, чтобы в видео я рассказала об этом. Это реально очень приятно. Я здесь подготовила махеев, кетчуп, слобода, грибной и новенький. Как вы думаете, какой сырный? Просто the best. Вот так. Итак, вопрос от аккаунта, который называется Рахиб. Я не знаю, мне кажется, это девушка, потому что она говорит, хотела. Вот. И первый ее вопрос звучит так. Хотела бы купить недвижимость, квартиру или машину. Но машина это вроде как не недвижимость. На самом деле, я отношусь очень хорошо к людям, которые вкладывают деньги именно в недвижимость, во что-то стоящее и не живут, как сказать, сегодняшним днем. вот. Проблема просто заключается в том, что жилье у нас стоит очень-очень дорого. Очень. И наличие купить я просто не осилил. Хотя я откладываю, стараюсь экономить, что-то. Ну, представьте, однокомнатная квартира стоит от, наверное, трех миллионов. Мне кажется, это очень дорого. Вот в Турции жилье дешево стоит. Это круто. А у нас такого, к сожалению, нет. Что касается ипотеки, я бы не взяла ипотеку на 15, на 20 лет. Я понимаю, что есть люди, которые берут и прекрасно себя чувствуют. я не осуждаю этих людей. одна мысль о том, что каждый месяц я должна платить, например, определенную сумму денег в течение 10-15 лет, не знаю, для меня пока что, вот пока что, это очень тяжело свыкнуться с этой мыслью. Вот если, например, взять ипотеку, например, от застройщика, это даже не ипотека, это просто рассрочка, да, то это более мне подходит. Например, в течение трех лет, это в течение пяти лет, вот максимум пять лет от застройщика вот эти вот рассрочки бывают. А в идеале, это, конечно, наличным, просто купить и сидеть себе, радоваться жизнью. Что касается автомобиля, конечно, тут проще. я просто, знаете, всегда боюсь, что вот, например, у меня ипотека. Ну, не дай бог, какое-то заболевание, правильно? Все деньги нужно отдавать на лечение, например. Или вдруг меня уволят, или вдруг еще что-то произойдет, не дай бог, конечно. Но у меня всегда, всю жизнь была такая мечта купить себе собственную квартиру до того, как я выйду замуж. Чтобы у меня была отдельная своя квартира. Вот прям я с детства мечтала. В ближайшие два года я замуж не собираюсь. Даже два с половиной, наверное. Я заметила под прошлым видео, некоторые спрашивали, так у тебя же есть парень, как ты говоришь, почему тогда ты в ближайшее время не собираешься замуж. Так вот, ребята, мой парень младше меня. А следовательно, он еще учится. Я закончила в прошлом году, а он еще учится. Поэтому я думаю, что сначала нужно закончить обучение, устроиться на работу, как-то подняться, встать на ноги. потом уже думать о семье. Еще мне некоторые девочки пишут, что вот мы думали, что на Кавказе жених и невеста видят себя, ой, друг друга только на свадьбе. Они пишут мне, ты сломала стереотип. На самом деле это не так, ребята. Это дело даже не в Закавказье. Вообще, Азербайджан это не совсем Кавказ. Вот я вам так скажу, если вот по традициям и вот по таким моментам вот прям проходиться, да, я вам скажу, что, наверное, больше традиций придерживается Чечня, Дагестан, а в Азербайджане все немножко по-другому. То есть, как говорит наш президент, Азербайджан это светское государство. Вот. Господи, как-то я неаккуратно его взяла. Очень вкусно. Поэтому замуж Нине. Да и вообще, знаете, я не спешу с этими делами. В том плане, что я сама пока что не готова к семье. Мне нравится моя розовая комната. Я прекрасно себя ощущаю здесь. А семья и дети это, конечно, должно быть. Но мне хочется насладиться вот этой вот жизнью, да, жизнью человека без забот, так скажем. Дети это прекрасно. Я не child free, я считаю, что дети должны быть, и это круто, и так далее. Вот. Мне, кстати, писал один парень, тоже, кстати, под этим же видео, оставил комментарий о том, что он живет в Казахстане, и он гей. И как ему признаться в этом родителям. Он, кстати, еще ведет мой фан-аккаунт. Огромное тебе спасибо. Мне очень приятно, что ты ведешь мой фан-аккаунт. И вообще все аккаунты вот эти, которые выставляют мои фотографии. Спасибо вам большое. И вообще он, в общем, спросил, как я отношусь к ЛГБТ. Я уже отвечала на этот вопрос. Ну, просто хочу расширенно просто поговорить об этом. Расширенно. Это правильно? В общем, я не против таких людей. Я считаю, что такие люди есть. Это имеет место быть, и как бы мы не хотели признавать, как бы мы гнобили этих людей, да, это неправильно. Каждый человек имеет право на выбор. И это выбор непосредственно этого человека. Если хочет он быть геем, я считаю, что это неправильно, там какие-то выкрикивания, оскорбления. Не люблю таких людей, не тактичных. Но я против того, чтобы люди пропагандировали это. Я всегда об этом говорю. если бы у меня была бы такая ситуация, я уверена, что я долгое время наверное не рассказывала родителям, чтобы они не расстраивались по этому поводу. Но рано или поздно сказать нужно. мне кажется, что все равно родители такого ребенка, они хочешь не хочешь догадываются. Может они не хотят это признавать. Странно разговаривает, странно себя ведет. Вот. Я не могу раздавать советы, пока я не знаю всей ситуации. но признаться нужно, я считаю. Вот. Вкусняши просто. Следующий вот такой вот интересный вопрос. Пытались ли тебя когда-нибудь обмануть мошенники? Это очень интересный вопрос. Вы знаете, когда я работала в магазине техники, очень часто были такие случаи. Приходит человек платить за кредит, правильно, подходит к кассе. Ну, кассир сидит, он ему говорит имя, фамилия, ну, как обычно это все дело бывает. Потом человек, клиент, вытаскивает, например, 100 долларов, да, у него в руках. он показал эти 100 долларов, потом отвлекает кассира. Что-то спрашивает у него, резко эти 100 долларов меняет на 10 долларов, например, да, я в долларах это говорю, и дает эти 10 долларов. Кассир положил, денежку, посчитал, дал ему сдачу. Получается, этот дал ему 10 долларов, и плюс еще этот вернул сдачу. Иногда были такие моменты, что кассир замечал, что его хотят обмануть, и говорил клиенту, что вы мне не давали 100 долларов, например. Клиент начинал, знаете, там, истерику, что, как так, вы что, я вам только что дал, вы положили вон туда. А кассир об этой схеме уже знал. И вот тогда мы с директором смотрели по камерам, и мы видим, что клиент не давал эти 100 долларов, он просто их показал и положил обратно в кошелек. они просто не учитывают этот момент, что в крупных магазинах везде стоят камеры, все это можно легко доказать. Почему я думаю, что это схема, а не просто человек ошибся? Человек, когда на камере это увидел, он сказал, ой, я что-то вообще, говорит, голову свою потерял, извините, говорит, я перепутал. Но с каждым человеком такое может быть, и я бы сказала, ой, да ладно, но эта ситуация повторялась несколько раз с разными людьми. Все вытаскивали из кошелька, показывали денежку, потом обратно клали в кошелек и давали другую денежку. Поэтому я думаю, что это целая схема. А потом бедный кассир в конце дня должен из своей зарплаты вытащить. и отдать. А так вот чисто прям мошенники, чтобы как-то пытались меня обмануть. Такого есть, честно, не было. Может, я просто не помню. Следующий вопрос. Есть ли у тебя блюда, которые ты переела и теперь ненавидишь? Когда я снимала видео про крабовые палочки, моя мама сказала, все, после этого, говорит, ты смотреть даже не сможешь на эти крабовые палочки. Ты их поела уже на всю жизнь. Я в этом видео, если не ошибаюсь, 130 крабовых палочек съела. Это для меня был рекорд. На самом деле, в конце мне уже было очень сложно, но я хотела побить этот рекорд. Я изначально поставила себе очень высокую планку. Я это поняла очень поздно, но уже было поздняк. Если вам интересно, вы можете в ютубе вывести крабовые палочки, айка Эмили и выйдет это видео. И вот после этого я тоже реально думала, что на крабовые палочки я просто смотреть не смогу. сейчас у нас в холодильнике лежит 4 пачки крабовых палочек. Мама какой-то салат задумала делать, но я краду эти крабовые палочки. Я просто как шпион врываюсь в кухню. мам всегда ругаются говорят, купила для салата. Ну блин, как я могу удержаться. Я даже думаю, может снять мук банк. Пусть не 130, но 30 крабовых палочек, например. Как вы думаете? еще я так угорала. Одна девочка написала в комментариях, не помню какое блюдо, она написала Айка, сними пиццу или шурму. В общем, то, что у меня много раз было. Ей в комментариях отвечают, у нее это на канале уже 7 раз было. И она говорит, ну что, пусть 8 раз будет. Я как начала угорать с этого комментария. Просто вы у меня реально такие угоренные. Обожаю просто. Сколько котлет было? 5-6 по-моему. Нет, наверное, все-таки 6. я думала, я не смогу съесть. Я маме говорила, что давай лучше меньше, давай 4 котлетки положу. Мама сказала, ты что, я знаю свою дочь, знаю ее аппетиты, сможешь даже 10 съесть. сейчас я понимаю, что легко, просто легко. следующий вопрос опять про бизнес, хочу ли я салон красоты свой. Знаете, я думаю, что я слишком маленькая для какого-то бизнеса, когда я смотрю видео там в ютюбе про несовершеннолетних миллионеров, там какой-то бизнес они построили и так далее, честно, просто аплодисменты стоят. мне кажется, лет до 35 я еще не способна на то, чтобы создать какой-то свой бизнес, даже самый примитивный какой-то. Вот мне просто самое интересное, что поменяется, когда мне будет 30, правильно? ничего. Но как-то не готовая. Салон красоты вообще не мое. Хотя, никогда не говори никогда. Угу. Угу. Мне иногда просто хочется сделать так. Хе-хе-хей! Не знаю, почему. Очень тупо, но... картошечка. Очень вкусная. Пожарила мамочка с любовью. ммм. 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 тоже. Мамы. Это святое. Берегите их и любите. На этом все. Я вам желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами была Эмили. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк этому видео. Всем пока!